Здравствуйте, друзья! Тут такой вопрос семейный. Так получилось, что семья младшего брата моего мужа распалась. Мать очень переживала по этому поводу, потому что брак был венчанный. Наверное, не только потому, но это добавляло своего перца. Остался маленький сыночек, три года, который теперь раздирает между собой бабушка, мама и папа. Бывшая невестка живет с мужчиной. Сын тоже нашел себе женщину. А бабушка молит Бога, чтоб ей привозили внученка. Но теперь бывшая невестка приезжает с новым мужем. Бабушка расстраивается и хочет высказать своей бывшей невестке, что так нельзя делать. А сын хочет познакомить свою маму с новой своей женщиной. Если коротко, то бабушка говорит, что у нее скоро порвется сердце, на все это смотря, как образовались две семьи, а внучок остался как бы за чертой. Мы и говорим, что нужно терпеть, и что она одна ничего уже не изменит. Жду вашего совета. А чего здесь посоветовать? Конечно, она ничего не изменит. Ни она первая, ни она последняя. К сожалению, семьи распадаются, и вот такие трагедии сплошь и рядом на каждом шагу. Что здесь посоветовать? Знаете, зацепило меня, что теперь бывшая невестка приезжает с новым мужем, бабушка расстраивается и хочет высказать своей бывшей невестке, что так нельзя делать. А вот это, мне кажется, глупо. Я объясню почему. Почему так нельзя делать? Во-первых, вот этот ее теперешний муж будет восхитывать вот этого вот внученка ее, сыночка ее. Понятно, что он теперь, этот ребеночек, будет жить вот в их семье, и это будет его приемный папа как бы. С чего она хочет его не принимать? И дальше что? А дальше будет вот что, что у этой бывшей ее невестки появилась новая свекровь. И у нее теперь две свекрови. Одна бывшая свекровь, вот эта вот бабушка, а другая нынешняя свекровь. И она родит еще вот этому мужчине тоже ребенка. И к той свекрови тоже будет ездить. И там же тоже нужно приходить в гости, еще что-то. Внученка или внучку привезти и так далее. Да слава Богу, что она тебя не забывает. А могла бы и сказать, ну, хочешь повидаться, приезжай и понянчись. И все. Что, разве не может так сделать? Да может. Это она еще, эта невестка, очень хорошо к своей бывшей свекрови относится. И вообще как-то со вниманием, что находит возможным. И, может быть, ей тоже это неприятно, но она находит себе силы, возможности приехать к своей бывшей свекрови. Приезжая вместе с внуком, чтобы та понянчила внука. Да это слава Богу, а она сейчас ей будет по рукам бить. Ну, это как-то неправильно. Это первое. Второе. Ну, хорошо, ты сейчас будешь месяц, полгода, год, три года плеваться на эту ситуацию. А потом, и что? Все равно надо принять. И чем быстрее ты примешь, тем лучше будет всем. И тебе самой, и сыну, и невестке бывшей, и их семьям теперешним, и внуку, естественно, тоже. Чем, скорее всего, это уладится, тем лучше. А чего сопротивляться-то? Ни на что повлиять не можешь. Остается только принимать, еще и поблагодарить эту невестку, что она все-таки находит силы и желание приехать в гости с внуком, с новым своим мужем. Ну, хорошо, не оставляет, не бросает. И мне кажется, невестка здесь, конечно, молодец. Так-то, судя по написанному. А бабушка не права. Чего она так? Хочет, чтобы все было идеально? Да не будет идеально. Уже не идеально. Уже наломали дров, уже целый вагон. Все, чего тут уже? Можно, конечно, долго-долго отрицать реальность, но она такова. И чем быстрее бабушка эту реальность примет, тем легче будет всем и лучше будет всем. Вот так вот. Вот единственное, что я могу сказать. Так больше мне сказать нечего. Берегите свои семьи. Помогай Господь. Берегите свои семьи. Берегите свои семьи. Берегите свои семьи.